Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Саморазбор это с одной стороны отличное ограничение, чтобы оградить некоторых ребят от нарушения админобуза из-за предвзятого отношения к какому-то человеку, с которым они участвовали в РП-процессе. Но с другой стороны это отличный инструмент для того, чтобы... Там кстати почистили банлист, поэтому если вам там дали пошли... Потому что даже если этот саморазбор и произошел, и даже если он был неправильный со стороны админ, то есть он выдал неверное наказание, предвзяток вам отнесся, вы всегда можете обратиться на форум, этого человека накажут. Но поскольку целевая Дарк РП это умственно ограниченные идиоты, им ничего не остается, кроме как просто сидеть на жалобе и спамить одну и ту же фразу, как по скрипту. Этот ролик не как все остальные, здесь не будет супер громких срачей, интересных историй того, как человек обузил, прикрывал друзей и так далее. Нет, нет и нет. Сегодня вы просто посмотрите на эту донатную клоунаду, на этих NPC, которые знают только две строчки диалоговых, а именно про саморазбор и про войсмод, и они их используют только тогда, когда диалог с их стороны заходит в тупик. Вместо стоп-кадров я хочу попробовать в будущем поделать текстовые пояснялки, чтобы вы не пересматривали по 300 раз и не запутывались, а просто поставили на паузу, прочитали и поставили ролик смотреть дальше. Немного этим сэкономлю ваше время, поэтому не благодарите. Ну а я вам хочу сказать спасибо заранее за просмотр этого видео, или же за предыдущие, ну а если не смотрели, то предлагаю заценить после этого ролика. Играл я на сервере InfinityRP, IP, группа Дискорда, а также промокоды будут у вас в описании и на экранах. Там еще массовый разбан завезли, поэтому если вы получили тут по шапке, то можете снова заходить. Самый разбор... Ну поехали, самый разбор тебе, да, хочешь? Убери оружие. А давай-давай-давай. Чему? Каче, ты не дома, с оружием открыто ходишь. Документ. ФБИ. Все, спасибо. А что это за челик такой? Ты дебил совсем? Нападение. 39 человек. Целевая еще со школы не пришла. Окей. Что, дурачок что ли совсем? Б**ть, что за дети штух заходят с класса коррекции? Какой-то опять набор солнечных детей. РДМ-Х1 плюс НРП плюс НРП ГАН. 10-10. Дебилует. Ладно, берем снова света и идем дальше. Директор. А зачем он тут запоставил? Неадекватное испоружие, но НРП. А что я сделал? Что это неадекватное использование оружия? Что я сделал? Объясни. Стрелял по какой причине по постройке? Ну давай. Ну там просто мой друг типа застрял, поэтому я и стрелял. Ну типа хотел, чтобы он потом на спавн откинулся. НРП причина. Все. Спорить с ними, что-то им доказывать. Нахуй надо. Микро коннеки, что? Микро гуль. Что за клоп? Б**ть. Ха-ха-ха. Мне никто не нужен, я решил, что одинок. Но мне так хотелось видеть, видеть нежность твоих ног. Может это боль, так что... Муздец, что за блевотину он слушает? Что-то тут тоже тухловато немного. Говорю же, моя хата. Тут любят получать пизды. Точно твоя? Понятно. Да точно. Нахуй отсюда. Даю три секунды. Три, два, один. Документы можешь показать, где показать. Но в этом не было никакой необходимости. В этом не было никакой необходимости провоцировать вот так полицию. Зачем провоцируешь Тулева? Зачем мне, интересно. Если человек играет на вот этом говне, в жизни у него не все в порядке. А зачем свою ЖБ разбираешь? Понятно. Зачем провоцируешь Тулева? Причины объективные же для этого не бы. Я просто сказал. Тебя же просто попросили документы показать. Съебались отсюда, три секунды даю. Это ОСК поведение, которое провоцирует ГОС. Я это сказал до того, как ты написал об этом. Надо все-таки думать, что пишешь. У тебя в любом случае саморазбор. Ситуация была с тобой. Плюс ты писал ТПК мне на тебя ЖБ. И Че. А вот так. Ты слился и тему перевел. Понятненько. Я не слился. Личные профессии, супердонатные пушки и дабл баррел это, конечно, круто. Но еще круче осенняя распродажа в Стиме. И в наши дни достаточно трудно пополнить Стим. Даже не потому, что нету сервисов. Они есть. Куда труднее найти, где более выгодно ты сможешь его пополнить. GameKey сможет помочь тебе быстро и выгодно для своего кошелька пополнить свой Стим. Быстро-то она понятна, но а выгодно почему? А потому что у GameKey самая низкая комиссия по сравнению с остальными сервисами. Если что, я этот график сам заставлял. А что такое GameKey? Это удобный бот, в котором ты можешь очень быстро пополнить свой Стим без всяких заморочек. И самое главное, по низкой цене. Ну а сэкономить на покупки игр в Стиме ты можешь по ссылке в описании. Я могу давать приказ на кой из моей хаты. Короче смотри. Уйдите лишнее пэш. Нет. Так вот. Зачем мешаешь тогда? Я не мешаю, я вижу саморазбор. Я ломаю окна в своей хате, подходит этот, я убегаю в хату. Я человеку объясняю, что он не так сделал всего лишь. А не говорю выдавать наказание. Потом говорю ему о том, что выносит наказание. Каза моей хаты даю 3 секунды. Отсчитал 3 секунды, уебахал его, и он тепнул меня. И че теперь? У тебя саморазбор, а у меня даже не знаю что. Я эти два нарушения запомню. Арди Мэкс 1 плюс НРП. Живи пока улыбка. Давай, гуляй отсюда. Свободен. Давай, свободен. Пиз**а отсюда, нахуй. Самолазбол, самолазбол. Тут же ныд начал. Тепнитесь в самолазбол, помогите, подавьте. Заходишь в дискорд инфинит, ищешь, а прадедка. Пишешь ему, хочу купить кью-меню. Такое именно на твой выбор. Кью-меню обычно 5 тысяч. Вот они, консультанты, блядь, собрали. Я безработный. Ну так ты трутень, получается. Лодр. Десять к на пол. Я не вижу, куда скидывать, развяжи. Чего? Я не вижу, куда скидывать, развяжи глаза. Вдруг я их выкину вообще, хер пойми, куда. Долбан, блядь. Интересно, давай мне обратно эти деньги, сука. Отдавай. Нет. Ты чё, тупой, нахуй, совсем? То есть для тебя оружие шутка? Ты только что у меня отнял 10 тысяч. Отдавай обратно. Обратно десятку, которую ты у меня забрал. Ты почему у меня деньги требовал за Госса? А чё, не могу? Я деньги отдал во время ограбления. Я могу их себе вернуть обратно. Почему нет? Ну, в общем, ты в наручниках под стволом не подчинялся требованиям. Но нет, такого в правилах не сказано. Этому у тебя выходит бан. Наигрался ты, собственно. Окей, признаю. Слезьте с головы, встаньте лицом к стене. Ну, это попугай мой. У-у-у. Вой сабус. Слезьте с головы, встаньте лицом к стене. Ты попугая моего лицом к стене ставишь, что ли? Не попугай-то человек. Да не попугай, а человек. Пусть слезет, станет лицом к стене. Ну, это мой попугай. Ну, не знаю, может, для вас человек это, но для меня это... Бро юзает нейронку. Пусть слезет и встанет лицом к стене. Это не так сложно. Потом пойдёте дальше. Ну, только попугая мне вернуть надо. Это я у друга его одолжил. Его никто никуда не забирает. Пусть слезет, стань лицом к стене. Хорошо, хорошо. Сейчас я вас кущу немного. Вы не дома в кача. Ну, куда, попугайчика? Куда? Чё, дебил? Ты же за госпрофу играешь, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Сейчас я даже поссорю, шо это за залупа опять донатная. Имеет рп отношение ко всем госам. Слушай, а чё ты делаешь? Объясни. Вопросительный знак. Зачем ты своих деймешь? А у тебя разве есть разрешение на высмотр? Чё ты за бред несёшь? Какое разрешение на высмотр? Я тебе вопрос задал. Или ты вообще плохо слышишь? Зачем ты своих убиваешь? Сука, я ху**ю. Шо за дебилы, блядь? Ну смотри, человек спокойно сидел, никого не трогал. Он не дома в каче. Дальше чё? И ты подошёл. Да, имею право. Начал выебиваться. Нет, сейчас ты тут выебиваешься. И ты его арестовал. Да, и в чём я не прав? Причина убийства какая? Смотри, давай позовёмся. Да не хочу никого звать, слышишь? Причина убийства, ещё раз объясняй. Первое предупреждение. Я жду ответ на вопрос. Второе предупреждение. Не отвлекайся от жалобы. Причина убийства. Ты сейчас сам выебиваешься. Второе предупреждение. Отвечай на вопрос. Зачем ты его убил? Кого? ГОСА. Ну причина убийства ГОСА такого же, как ты. Выруби войсмот. Третье предупреждение. У тебя выходит неадекват. Причины адекватные для убийства не было. А значит это, ну ты три раза, как я тебе задаю вопрос, даже больше, ты не в состоянии ответить на него. Давай позовём других админов. Хорошо, иди там, зови кого-нибудь других админов. Не надо никуда убегать. Тебе нельзя. Всё, ты под домашним арестом. Всё, ты никуда не побежишь. А сейчас тогда? Ну что, ты неадекватно себя ведёшь. У тебя разрешение на саморазбор есть. Слышишь, ты вот всю жалобу бред какой-то пишешь. Ну правда, ты лечись, пожалуйста. Я тебе не обязан отвечать. Я у тебя нормально спрашивал, вопросы тебе задавал, ты на них не можешь ответить. Я тебе тоже тогда не должен отвечать. Значит нету. Это тебя вообще волновать не должно. Тогда напишу в DS-сервере на тебя ЖБ. Войсабус плюс саморазбор. Да, да, ты поплачь просто. Войсабус саморазбор. Всю жалобу ху... Несёшь какую-то клоун, ебаный бред. Хотя, бля. Да, да, хотя, хотя. Ты ж когда эти два слова произносишь, ты сам себя относишь в костум с на неполноценных. Ты подумай об этом. Что за дефективные дамы, я лошаю. Годы идут, они до сих пор здесь, сука, не лечат. Вышел сюда. Выходи. Причина убийства. Отдуши. Зачем ты убил человека? И кратко. Человека зачем убил? В АЕФЛДЖИЙ. Надо. Надо было, не развязывайся. Не прыгай. Не развязывайся. Просто волочись за мной. Не прыгай, ты чё, тупой? Что ты делаешь? Ты творишь, ты полудурок. Не развязывайся, тебе сказано было. Лицом ксении один. Лицом ксении два. Лицом ксении три. Как ты его связал? По такой причине, что он не даёт нормального ответа на вопрос. И что, ты из-за этого должен его связывать или чё? Да, отвезти к мэру, узнать вообще причину такого поведения. Состоит ли он в госорганизации. Не развязывай его, блядь. Не трогай, ебану ты. Зачем ты лезешь, блядь. Сука, двери закрывайте. А всё, Лаурс, доиграл сам. Ебану ты на свате, сука. Что ты творишь? Мэра забрали. Где мэра вообще? Двери закрывайте, сука. Вы не влипти. Не развязывай его, нахуй. Кто его трогает, блядь. Какой ебанат это делает? Ты ебану ты, блядь. Тебе сказано не трогать. Что ты творишь? Ты русского языка, может, не понимаешь? Уклотнися. Лицом к стене один, лицом к стене два. Да пусть меня не завязывает, мой же сват. Какого хуя происходит, блядь. Я не могу мэра просто найти. Лицом к стене я тебе просто предупреждаю последний раз. Лицом к стене. Да ради бога. Люди, убей. Убей меня. Мужчина, что ты его связал? Не развязывай его, не развязывай, не развязывай его, конченый. Ты конченый, что ты творишь? Я его связал по причине того, что он убил человека вот прям там на въезде в город и не может объяснить нормальную причину убить. Говорит, надо было, надо было, почему? Доварищи, можете снять меня? В законах я не вижу, чтобы указано, чтобы он был в госаппарате. Слышь, не стыдно тебе? Развязал его. Развязал его. Зачем? Развязал его раз. Он должен быть наказан. Развязал его два. Развязал его три. Зачем ты его завязал? Потому что он убил человека, он должен быть наказан. Может, на то была самая причина. Он ее не дал. Я хотел его отвезти к мэру. А ты знаешь, хоть за что? Он не отвечает. Ну, иди гуляй. Здорово. Ну что, русский язык еще не выучил, да? Ну тебе же сказано было русским языком не трогать человека связанного. А ты берешь, мешаешь. А еще, кстати, ты меня заковал, получается, наручники. Своего же ГОСа. Фрикав будет. Такие пироги. Наигрался ты, в общем. Иди учи русский язык. Тэпни сюда один IQ клоуна. У меня вопрос, почему ты мешаешь задержанию человека? Ты нормально легиону связываться? Да, а че нет? Почему я не могу его связать? Ну, тогда на НРП. Ну, в чем на НРП-то? Объясни. А разве за палец можно использовать веревки? Почему нет? А почему да? Ну, а где сказано, что нельзя использовать веревку? Как я его свяжу наручниками? Ты связываешь типа и бегаешь с ним. Не можешь найти мэра. Ты просто тратишь его время. Да. Имею право. Он убил человека. Я еще хорошо бы разобраться в этом. Ты как к этому относишься? Возможно, на то была весомая причина. Он не объясняет причину. Я хочу отвезти его к мэру, чтобы узнать, что делать с ним. Состоит ли он в полиции или нет. Ты мэра не нашел? Не нашел. В чем проблема? Нет, отпустить его и потом, чтобы он убежал от меня просто куда-нибудь. Нет. Ты до меня докопался, я его не развязывал. Ну да, но ты мешал активно тому, чтобы я его задержал. Второй раз, когда я его связал, ты начал опять там что-то угрожать оружием, чтобы я его развязал. Как ты к этому относишься? А зачем ты связываешь человека и тратишь его время, когда ты не можешь найти мэра? Ну-ка, объясни мне тогда. Ну, потому что можно попробовать найти мэра, но, возможно, да, не с первого раза. Но это лично его проблема, то, что он убил человека в общественном месте. Просто так. Легион – это госпрофессия. Не всегда. Я тебе так объясню. Не всегда. С одобрением мэра об этом пишется в законах. На тот момент закона не было. Если что, у нас Легион – это всегда была госпрофессия. Нет, об этом пишется в законе. Ну, еще раз, вопрос. Ты какое отношение имеешь к этой ситуации? Что ты мешаешь задержанию? Потому что он мой друг. Это как минимум. У меня… Я вижу друга закона. Я хочу ему помочь. Вопрос. Так на этих профах это не так работает. Я тебе говорю, я с ним кент, я захотел ему помочь. Это не объяснение, это не РП причина. РП причина. Это не РП причина, то, что ты ради этого еще угрожаешь другому госу при других госах. Ты же понимаешь, что ты открыто закон нарушаешь, тем самым, что помогаешь ему. С телу, там 4 жалобы вести. В законах это где-то было. Можешь, пожалуйста, хоть одно принять? Базовый закон любого города… Не было. Это… В законах это где-то было прописано. Это базовый закон любого города. Нет. В законах это было прописано. Легал в любых законах базовых прописан. В законах это было не прописано. Базовый закон любого города – это нелегал. То, что ты помогаешь преступнику – это нелегал. Ты мне втираешь. Ты мне втираешь за законы. В законах там не было ничего написано. Про нелегал ничего не было написано? Так это базовый закон города. А где ты нелегал? Ты помогаешь преступнику подозреваемому. Без объективных причин. Просто потому, что он друг твой. На ком тогда катал? На свате. Сейчас, подожди. Можешь ты обназать, пожалуйста, Мерфи? Здорово, у меня вопросик. Легион изначально ГОС или об этом требуется уточнение в законах, что Легион относится к ГОСу? Изначально. Изначально. То есть он может убить спокойно Челика и потом не отвечать на вопросы другого ГОСа, почему его он убил? В принципе, нет. У него Феррор Па-2. Причем тут Феррор Па, а не про Феррор Па говорю. Мы к этому потом еще вернемся. У меня другой еще вопрос. Получается, если Легион, по мнению другого ГОСа, убил кого-то без причины, ну и хочет узнать эту причину, он считается же подозреваемым преступником, как и любой ГОС? Мне вот интересно... Сейчас, подожди, я переварю немножечко. Не, с одной стороны, можно понять ГОСу, учитывая в том, что он подозревает Легиона в убийстве просто так. Это в таком случае. Он может у него попросить. Да, он имеет полное право задать вопрос, за что он убил. Если Легион не отвечает, он может точно так же Легиона уволить. Да, но я хотел уточнить, как раз это у мэра. Я потому ему задал несколько раз вопрос причины убийства. Он мне просто говорит, надо было. Но это не ответ на вопрос, потому я его связал в наручнике, ну в веревку. И повел в мэрию. Для уточнения, потому что он подчиняется мэру, и единственный нормальный вариант, это через него узнать. То есть я правильно сделал вообще? Ну, по сути, да. А вот, следующий вопрос. Но за госпрофессию можно связывать веревки? Ну, за госпрофессию он не может связать же госслужащего. Если госслужащий, ну, сделал преступление, почему ему запрещают завязать веревки другого госслужащего? Вот, съел. Для того, чтобы просто... Ну, отлично тогда. Я ему пытался это объяснить. Он мне тут выдумывал правила, то, что это якобы нельзя так делать. Ну да ладно. Я потом... Он ко мне цепляется, начинает мне угрожать оружием, чтобы я его развязал. Вместе с ним на меня накидывается сват, меня вяжет в наручники, за что он уже получил, зафрикав из-за ННРП. А этот дважды мешает задержанию человека, бегая со мной с оружием, угрожая мне. Я у него спрашиваю причины этого, он говорит, это мой друг. А у тебя какая профессия была? У меня была сват, у задержанного легион была, у него была ФБИ. Я у него сейчас узнал причину, он говорит, ну, это мой кент, я просто хотел ему помочь. Я говорю, ты нарушаешь базовый закон города, нелегал. Ты способствуешь преступлению и укрываешь возможного преступника, покрываешь тем самым, даешь ему сбежать. Он говорит, это не предписано в законах, я говорю, это базовый закон города, не надо перебивать. Я ему говорю, вот смотри, нелегал базовый закон города, он не обязателен для этого, типа, для написания даже. Потому что если разрешать нелегал, это будет НРП у мэра. Ты всю жалобу пи***шь, когда мне говорится. Так пи***ь, что только ты, я просто по фактам тебя раскидываю и все. Он может заниматься таким нелегалом, укрывать преступника просто потому, что это его друг? Нет, нет. Ну вот. У меня жалоба на НРП. Ну вот чел 190 часов накатал и не шарит за это правило профы. И маскировочка, побегать в маскировочке, поугрожать свату. Красава. Он типа держит в веревке 10-20 минут, бегает с ним. Преувеличение, это длилось не дольше 5 минут. Даже 3-4. Ну в рамках 5 минут это все было. 10-20 ты что-то преувеличил. Не 5. Ты преувеличил 10-20 минут. Больше. Это столько не длилось. Больше 5. Доказать можешь это? Сейчас скажу точно. Хорошо, скажи. Я буду ржать, если оказывается, я буду там бегать с ним почти полчаса. Если бы я бегал с ним уже 10 минут, я бы хуй бы на это забил и просто бы отпустил его, либо уволил по НРП причине. Вопрос тогда к тебе. Почему ты оскорбляешь всех госсотрудников? Потому что люди нормально приказов и просьб не понимают, и я вынужден так делать. Меня за это можно уволить. Можно. Да, меня можно за это уволить. Я ничего не говорю, но ты всех оскорбляешь. То, что я себя так веду, это РП-проблема, которую ты решать должен в РП-формате. Да. Да, что не уволил? Ну, это сугубо ваша проблема, то, что вы не уволили. Ты просто хотел друга выгородить. Ну, хорошо, у тебя получилось это. Поменял вот эту профу, грубо говоря, ты на НРП. Я думаю, вы дальше сами решите, да? Мне просто тут ребята... Хорошо, то, что он способствует возможному криминалу. НРП является? Нет, ответ нужен точный. Да. Все. Спасибо. Что звал, получается, админов? Это тут так не работает, то, что ты друга выгородил, тебя не выгородят в будущем. Ну, что все-таки решили, да? Ну, ты слышал, тебе сказали, что он способствует криминалу, даже возможному. Это НРП. Ладно, плюс-минус пять минут. Ну, да. Ты туда тут пиздишь о том, что я 10-20 минут это делаю. Я сейчас ту информацию сказал. Точную информацию? Ну, потому что я тебе на это указал. Я тебя ткнул носом в это, то, что ты преувеличил 10-20 минут. Сейчас, секунду, подожди. Ну, что-то, да, давайте уже к концу жалобы у меня. Даже, бэна легион этого. Еще. Тогда вопрос на счет ферррп. В чате-то написал сейчас. Тебе. Ну, в чем ферррп? И что в итоге? Говори. Если у него ферррп в итоге выйдет, то у него тоже будет наказание. Ну, говори про ферррп дальше. Говори. Я тебе очень много раз говорил встать лицом к стене, и ты только с десятого раза встал. Да, и что? Итог какой? Я встал лицом к стене, и меня начал заковывать мой же сватовец без причины. Мне в этот момент что делать, по-твоему? Итог того, что у админа халатность. Почему халатность-то? Слышишь, ну ты представь, за тобой бегает тысяча тел, которые один тебе тычет оружием, непонятно зачем. Потом узнается, что это просто он друга прикрывает так. А другой, неполноценный умок, тебя пытается завязать в наручники, в веревку. Вот он не понимает русского языка. Ты если демку внимательно посмотришь, там будет видно и слышно то, что я говорю несколько раз не трогать и не завязывать меня в наручники. И это делал тот же самый сват. Мне в таких условиях реально к стене становиться? То, что ты мне угрожаешь? Он себе жалобу всю молчит, не делает правила одного микрофона. Она х**ну нужна. Тут и так один микрофон, я его использую. Никто не срется. Я не знаю, с кем ты срешься, я не знаю просто. Я просто жалобу подал. А у тебя уже это сразу с кем-то. Никто не знался, я не вижу, что кто-то ругался и сразу с кем-то. Мне пришли Мерфи с Коплосом. Но ты их сам позвал, кто тебя просил. Хотя, казалось бы, вроде бы Рут, да. Меня не потому что админ стоит на похуд. Но ты ж бредятину х**ну сделал, ты же это понимаешь или нет? И сейчас мне еще что-то про ФирРП говоришь. Ты бы сам был доволен тем, что происходило бы, будь то на моем месте? Не, вряд ли. Один за тобой бегает, орет тебе лицом к стене, такой же гос, как и ты. Просто так, по факту, грозя оружием. А другой гос тебя пытается в веревку связать. Я бы отпустил. Ну, потому что ты играть в принципе не умеешь. РП серваки не для тебя. Даже такие, как этот. КНШ. Ну, конечно, блядь, для тебя единственное, что подходит, это просто Рутку взять и х** и страдать. 190 часов онлайна. Окей. Вопрос насчет войсмода. Пиздец, блядь, началось. Господи, ебаный в рот. Есть войсмод, все, давай. Доволен, выдавай себе десятку за нон-рп и все. Покажешь? Потом, после бана, когда выйдешь, и тебе понадобится, я тебе покажу. Нет. Что нет? Сейчас. Это не твоя жалоба. Ты сейчас тут обвиняемый. А что с тобой делать, пусть админ решает. И что? И то. Одни нупо, так как твой дружок. А, мой дружок. Братан, здорово. Мы, оказывается, с тобой знакомы. Пойдешь со мной сегодня сухарики ебать с Кока-Колой? Да, да, да. Вообще, мы с тобой знакомы. Зашибись, я за тобой зайду как раз через часа полтора. Все, у меня теперь друг есть здесь. Спасибо. Благодаря тебе, я друга нашел. Слышь. Давай себе, давай блокировку. Ты можешь не затягивать жалобу, пожалуйста? Каплас, я в даму. Почему ты разбираешь в одну калитку ЖБ? Подожди, ты претензию сказал, я тебе на нее ответил. Пришел админ, которого ты позвал. Тебе ответили, что у меня здесь нету нарушений. И у тебя оно есть. Ты мне покажи разрешение. Причем тут нахуй разрешение? Ты говоришь сначала про ЖБ в одну калитку, а потом про разрешение. Ты определись, что тебе надо. Это типа по скрипту у всех, кто въебывает жалобу, начинают до войсмода докапываться? Я говорю, ты старше, чем я администратор. Я жду от тебя форму. Ты мне форму до сих пор не прописал за эту всю жалобу. Как же он ничтожно выглядит, когда он берет с таким рангом высоким админки, зовет какого-то еще админа, чтобы ему помог. Пиздец просто. О, я получается, да, как написано здесь. А, да-да. Да, я выйду. Ну, да, я выйду сначала. Дайте выйти, чего вы блочите. Отойди. Отойди, чтобы он зашел. Открой, бед. Я хочу войти. Ну, открывай. Открывай. Похищение. Помога. К стене. К стене, к стене, к стене, к стене. Ублюдок, ебаный тупой. Покушение. Фиррерп у одного, у другого. В наручниках резкие движения, прыгает. Наигрались вы, ребят. Вопросительный знак. Здорово, у тебя Фиррерп, ты в наручниках прыгаешь и делаешь резкие движения. Ты отвлекался. Я убегал. Тебе, в принципе, нельзя делать в наручниках резкие движения. Почитай правила. Палоумный. Ну, хазая вроде, я всегда думал. Да, что ты там думал. Привет. А ты мне как раз таки... А что его? За Фиррерп. У тебя, кстати говоря, оно тоже. Не вижу. Ну, ты потом, когда к окулисту сходишь, ты увидишь все, что тебе нужно. Выдай себе сейчас по форме, тебе скину Фиррерп, потому что тебе давали приказ не двигаться, остановиться лицом к стене. Ты его не пос... Подожди, ты достал оружие на оружие, да? Ты достал оружие на оружие, не подчинялся приказам. Сейчас я тебе скину... Случай, в случае... Подожди, слушай. Вангар, когда он стоял, он был наручниках, я достал оружие. В тот момент у него не было оружия. Вот форма с твоим стим-идишником. Подчеркивание 0, 0, 700. Вот, смотри. Тебе было сказано, когда я на тебя направил оружие, встать лицом к стене. Ты достал СВО и начал отстреливаться. Это нарушение. Все, давай. А тебе разрешено саморазбор делать? Ну, давай без вот этих тупых вопросов, пожалуйста. Выдай себе образ наказания и все. Не, подожди, подожди, подожди. Слушай, я тебя прошу не мешать проведению этой разборки. Просто без тупых вопросов, этих про саморазбор, про войсмод, пожалуйста. Давай без этого. Ты как администрация должен иметь, ну, ты даже обязательно отвечать на вопрос. Я тебе отвечаю вопрос по сути жалоб. На вопросы по сути жалобы, которая как раз происходила ситуация, я тебе все ответил и рассказал. Тебе требуется просто себе выдать наказание. Смотри, смотри, у тебя, у тебя есть точный саморазбор? Разрешение, это есть, это секрет, открою у всех. Просто некоторые достаточно умные, что они покупают. То есть у тебя есть саморазбор? Я тебе такого ничего не говорил. Ну, я тогда не знаю, зачем я выдавать тебе фиррп. За тем, что я тебе так сказал. Я уже решил, что у тебя выходит фиррп, я тебе сказал, выдал форму, поэтому выдавай. Зови вышку. Хорошо, у тебя есть номер создателя сервера? Я позвоню ему, скажу, чтобы он зашел. Сейчас создатели, можно просто позвонить куратору. Ну, вышка, это создатели сервера, кто платит за хост. У тебя есть их номер? Я позвоню, они заберут. Да, 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 наборку, наборку, да. Нет, ты сказал вышку, значит будем звать вышку. Это же проблема вселенского масштаба. Давай звать вышку, давай. Ну, пиши у дискорда, Фродерки, через канал. Нет, ты мне номер дай, чтобы я позвонил. Дискорд, это просто челядь какая-то там списывается. Вот эти, по поводу разрешений, по прочей херне. Ты сказал звать вышку. Мне надо позвать, позвонить ей. Давай номер вышки сюда. Я скажу, ребят, вы извините, что я вас отвлекаю от вашей какой-нибудь важной работы, да, над сервером. Тот человек недоволен, что его хотят забанить на 10 минут. Ради этих 10 минут зайдите, пожалуйста, объясните ему. Я вот это им скажу, они зайдут, конечно же, после этого звонка. Хорошо, так у меня сегодня нет номера вышки. Ну, раз нет номера вышки, выдай себе наказание, иди на форум обжалуй. Выдай наказание себе, и иди обжалуй на форум, если ты считаешь, что у меня есть нарушение. Не-не, мы тут и так сами решились. Первое предупреждение, не отвлекайся от проведения жалобы. Форму выписывай, второе предупреждение, не отвлекайся от проведения жалобы. Выдавай себе по форме наказание, я тебе уже его скинул, давай. Я тебе уже сказал, саморазбор есть на любом серваке у каждого человека, который просто достаточно умный, чтобы не покупать его. Что? Почему ты заикаешься? Я тебе ничего не говорил, есть у меня саморазбор, нету. Откуда мне знать, есть у тебя нету? А тебе это знать в принципе не обязательно, тебя тэпнули не по поводу того, чтобы рассказывать, тебе отчитываться. Покупал я что-то, не покупал. Тебе сказано выдать себе наказание, ты что, не понимаешь, что тебе говорят? Я же просто не тишусь, у тебя есть саморазбор, все. Ты мне не кто, чтобы я перед тобой отчитывался, есть у меня что-то, нету. Я тебя тэпнул, попросил тэпнуться, наверное, чтобы ты себе выдал наказание. Да не буду я звать никого, это обычная жалоба с обычным нарушением. Зачем мне отвлекать людей от их работы ради какого-то ФРРП, который ты можешь сам себе выдать. Ладно, ладно, я сам, я сам позову, так уж и будет, пусть меня... Я тебе третье предупреждение после этого выдам, а у тебя будет неадекват, помимо ФРРП. Хорошо. Хорошо. Ну я могу позвонить сейчас, повыше человек. Ну все, ты будешь звонить, ты точно в этом уверен? Наверное. Ну а если ты спрашиваешь, есть ли че-нибудь саморазбор, все. Хорошо, звони, если ты хочешь позвонить, звони. Я тебя три раза предупредил, у тебя выходит правило неадекват. А в чем я неадекват? Читать правило надо. Я тебя как-то неадекватно веду, но я тебя спрашиваю, у тебя есть саморазбор? Ты говоришь нет. Я дал тебе три предупреждения, этого достаточно, чтобы приписать тебе правило неадеквата. Если ты дальше продолжишь мне мешать проводить разборку и не выдашь себе наказание, у тебя выйдет так же помеха. А как эти помехи? Тем, что ты не выдаешь себе наказание по форме, которую я скинул. Помимо теперь этой формы, у тебя добавляется неадекват. Форма недействительная. Ты сказал, чтобы я выйдет неадекват, если я позвоню, повышу. Ты не общаешься по делу жалобы, которая происходит. Ты отвлекаешься то на звонки, то на других админов, чтобы тебе кто-то помог и выгородил тебя. Почему загородил сразу? Вот действительная форма, которую я написал теперь в чат. Выдай себе ее, пожалуйста. Да подожди. Я себе на 5 часов не могу выдавать баны. Да, у меня максимум час. Но в ЕРП ты себе так и не собираешься выдавать? Я все выдам. Ты скажу, тебе есть саморазбор? Вот прикиньте, какая тупица. Я ему 7 минут к ряду объясняю, что он сделал не так и почему он должен себе выдать всего лишь 10 минут. То есть я 7 минут трачу на то, чтобы ему объяснить, что он должен себе выдать десятку. Он уже, считайте, отсидел это наказание и отсидит еще больше. А все потому, что он реально тупой. Он себе в голове выдумал какое-то там правило по саморазбору. Если ты которое не купил, ты не имеешь права других игроков наказывать, которые с тобой участвовали в РП процессе. К рабам саморазбора можно также еще отнести тех, кто агрится на то, что у кого-то войс мод. У меня к вам небольшое предложение после этого ролика. Давайте условимся на том, что подобные люди не считаются людьми. Это даже не животные. Животные куда умнее, чем вот эта вот биомасса. И ладно бы это был скалатрон какой-нибудь 12-летний, который еще не понимает вообще, какому правилу он потакает. У него еще есть возможность вырасти, поменять то есть характер, поведение свое. Это довольно частое явление, когда какой-нибудь буйный абсолютно шкалатрон вырастает и становится нормальным адекватным человеком. Со всеми почти такое происходит. Ну а до кого такое озарение даже с годами не доходит, тут уж извините только лоботомия. Хорошо, у тебя добавляется помеха проведению разборки, поздравляю. У тебя уже три нарушения, помимо ФРРРП неадекватности, также помеха. Форма недействительная, у тебя на 5 часов 10 минут за неадекватный ФРРП, я добавляю туда еще 10 минут за помеху. Да, я как только повязал человека, который меня пытался, получается, похитить, я достал тут же ганн и я начал давать приказы. Он начал давать приказы после того, как я достал оружие. Можешь немножко обосновать? Проходит еще около 15-20 минут без преувеличения и уже мы зовем наборного админа, который выдает варны в дискорде, потому что на серваке они тут не выдаются, и также наказание. Я ему даже шанс давал на протяжении всей разборки, если вы перемотаете и заметите, я у него спрашиваю, даже когда я ему уже новую форму с неадекватом сделал, то есть ты себе до сих пор не собираешься выдавать ФРРП. Понимаете, даже шанс идиоту даешь, он им не пользуется. Тогда мне ничего абсолютно не мешает накрутить ему еще больше нарушений, и того у него выходит ФРРП, неадекват, отказ от выдачи, то есть админобус, а также помеха жалобе. До знаменитого рецидива не хватает еще одного нарушения, но мне оно не нужно по одной причине, потому что он и так не понимает, за что ему ФРРП спустя полчаса объяснений дают. А тут еще целый рецидив, а когда он узнает то, что рецидив это 5 нарушенных правил, у него тогда вообще мозг поплавится. Поэтому давайте в этот раз этого идиота не особо сильно трясти, я думаю ему с головой хватит и этих 4 нарушений. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. А также остальным ребятам у вас на экранах.